Сейчас на рынке смарт-часов происходит что-то странное. Владельцы айфонов по большей части покупают Apple Watch, а вот с владельцами смартфонов на Android происходят странные вещи. Владельцам Samsung и Huawei доступны смарт-часы от их производителя, а другие, например, я, выбирают смарт-браслеты. Однако незаслуженно забытой остается операционка от Google, которую они создали для своих носимых устройств. В этой ситуации есть небольшой лучик света, который сейчас готовы пролить ребята из Xiaomi на эту историю. По сообщению инсайдеров, Xiaomi готовится выпустить первые смарт-часы своего производства на Wear OS. И почему это круто, давайте разберемся. А чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий из мира технологий, рекомендую подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видосов. Меня зовут Кирилл, а вы на канале Копипаста. Поехали! Мой опыт знакомства с Android Wear, именно так называлась тогда операционка, начался в далеком 2014 году. Я очень хотел попробовать какие-либо смарт-часы, а устройства от Apple тогда еще не существовало. СМИ тогда вовсю писали про Moto 360 и LG G-Watch. Первый я не смог нигде найти, а вот LG G-Watch нашлись без проблем. И, как оказалось, часы были сделаны на совесть. Они потрясно смотрелись на руке и отлично справлялись со своей задачей. Было приятно. Затем Android Wear куда-то пропало из инфополя, а другие вендоры решили работать на своей операционке, например, Тайзен у Samsung. Так как выхода смарт-часов от Google с припиской Pixel мы так и не дождались, вся надежда сейчас падает на Xiaomi с их анонсированным сотрудничеством с Google. Они уже доказали, что они это умеют, могут и любят. Давайте рассмотрим подробнее. Источник Android Saint опубликовал первые рендеры смарт-часов от Xiaomi. И на первый взгляд они выглядят уж очень похожими на Apple Watch. И плохо ли это? Да, наверное, нет, потому что промышленный дизайн по большей части состоит из заимствований. Это окей. На правом торце устройства, судя по фотографиям, расположены колесико и кнопка управления. А между ними что-то похожее на динамик. Также, судя по рекламному постеру, часы будут абсолютно автономными от смартфона. А это огромный плюс. И, судя по постеру, сердцем устройства станет чип Qualcomm Snapdragon VR3100. Да, не самый мощный чип, но тут вопрос в ценнике. Если он будет меньше 300 долларов, а зная Xiaomi, вполне ожидаемо, что он будет меньше 300 долларов, было бы неплохо. Я бы даже рассмотрел к покупке. В любом случае, обо всем об этом мы узнаем совсем скоро, но об этом чуть дальше по тексту. Из ключевых особенностей отмечают хорошее время автономной работы. Никто не говорит, какое именно это хорошее, но хорошее. А также наличие 4G-модуля, голосового ассистента, eSIM и NFC-чипа. О возможностях мониторинга пока никто ничего не сообщает, но по меньшей мере пульсометр будет 100%. Я не верю, что он может выйти без пульсометра, но если выйдет, то это будет просто какая-то дичь, особенно в 2К19. Теперь немного о личном. Для меня, как для главного адепта бесконтактной оплаты, очень важно наличие NFC-чипа в устройстве. И вот тут Xiaomi Mi Watch разделывают всех своих конкурентов в подарях. Дело в том, что данные часы не требуют конкретного устройства, а это значит, что они являются полностью автономным продуктом. Вы можете добавить абсолютно любую карту любого банка в поддерживаемой стране в ваш Google Pay и пользоваться без каких-либо проблем. Вот это реально удобно. Чтобы было предельно понятно, вы можете взять iPhone или iPad, прикрутить к нему приложение WatchOS и пользоваться бесконтактной оплатой на часах. 10 из 10, ребят. Apple, как вы там поживаете со своим Apple Watch? После таких приколов Apple Watch воспринимается как какой-то технический поводок, который не дает своим владельцам шагнуть ни влево, ни вправо. Наверное, поэтому я от них отказался. А теперь о дате анонса. Как сообщают инсайдеры, первые смарт-часы Xiaomi на WatchOS покажут совсем скоро, 5 ноября. И, вероятнее всего, я проведу презентацию этого события, чтобы вы были на острие техно-новостей. Но тут главное не забыть подписаться на канал. Кроме того, компания обещает представить народный смартфон CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой. Той самой, которая была установлена в Mi Mix 4 Alpha. Или Mi Mix Alpha, или как он там в итоге? Mi Mix Alpha. Я помню. А носите ли вы смарт-часы? Как вы вообще относитесь к данным устройствам? Я вот, например, к Apple Watch так и не смог привыкнуть. Пришлось вернуться на Mi Band 4. Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. В любом случае, я предлагаю вам описать свой опыт взаимодействия с данными гаджетами прямо в комментариях под этим видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, рекомендую подписаться на мой Telegram-канал. Ссылочку на него и на мой Instagram вы найдете в описании под этим роликом. Как только в Telegram соберется тысяча человек, я обязательно проведу розыгрыш чего-нибудь интересного. Не пропустите. Кстати, лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Копипаста. Меня зовут Кирилл. До скорого.